Региональных операторов по обращению с НИКО освободят от НДС. Поправки в налоговый кодекс, освобождающие региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами от уплаты НДС, одобрены правительством. Кабинет министров на заседании продолжил отлаживать работу механизмов, призванных снизить уровень загрязнения окружающей среды. Нам надо избавиться от большого количества свалок и сделать более жестким контроль за выбросами промышленных предприятий, заметил в начале заседания премьер-министр Дмитрий Медведев. В этом году в стране заработала новая система обращения с отходами. В большинстве регионов с разной эффективностью она уже запущена. В ближайшее время, видимо, нужно будет еще раз сверить часы с нашими регионами, поскольку основная ответственность, основная работа именно в регионах, подчеркнул Медведев. Около 10 миллиардов рублей федеральный бюджет предоставят на повышение конкурентноспособности российских высших учебных заведений регионы получают и соответствующие полномочия. В частности, в налоговый кодекс планируется внести поправки, которые дадут местным властям право предоставлять льготу компаниям-операторам, занимающимся бытовыми отходами. Установить нулевую ставку по налогу на прибыль для той части доходов, которая идет в региональный бюджет, напомнил председатель правительства. Кроме того, предлагается освободить такие компании от уплаты НДС за услуги, которые они оказывают. Второй экологический законопроект заседания изменения в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающий ответственность за отсутствие системы контроля выбросов или сбросов загрязняющих веществ на крупных промышленных предприятиях. Такие системы должны быть установлены на всех промышленных предприятиях, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, подчеркнул Медведев. Минус. Россияне назвали две главные угрозы. Экологии министры также приняли решение о распределении ряда субсидий по программам, реализуемым в рамках национальных проектов. Для поддержки демографии регионы получат средства на решение проблем очередей в детские сады для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В общей сложности в этом году, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев, финансирование превысят 36 миллиардов рублей. Около 10 миллиардов рублей федеральный бюджет предоставят на повышение конкурентноспособности российских высших учебных заведений. Деньги от 123 до 860 миллионов рублей направят в 21 университет. Такая господдержка должна увеличить число российских вузов в топ-500 глобальных рейтингов. И это должно обеспечить приток иностранных студентов. Также правительство предусмотрело дополнительные средства для модернизации школ в четырех регионах, под региональные программы дополнительного образования. Около 200 миллионов рублей решено направить на мобильные технопарки Кванториум. Такие передвижные центры познакомятся наукой детей, которые живут в селах и малых городах, потому что там с этим гораздо хуже, чем в крупных центральных городах, заметил Медведев. Вопросительный знак власть право финансовое право власть право административное право общества экология правительства председатель правительства законопроекты и комментарии налоговое законодательство РГФОТО.